При планировании работы отдела по межнациональной политике и связи с общественностью на 2016 год были взяты за основу мероприятия комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Как подчеркивает заместитель начальника отдела Раджав Гинжаев, в целях реализации поставленных задач рабочей группой совместно с другими подразделениями администрации проводится ряд мероприятий. По противодействию и раскрытию сути идеологии религиозно-политического экстремизма и недопущения раскола в обществе, определив в качестве приоритетных организацию информационно-пропагандистской работы в молодежной среде. Проведены круглые столы, форумы, семинары совершений и так далее. И все эти мероприятия отражены в городских и республиканских средствах массовой информации. За отчетный период принято более 15 распорядительных документов по мероприятиям, направленным на противодействие идеологии экстремизма, терроризма, укреплению межнациональных, межконфессиональных отношений в городе. В целях формирования миротворческой идеологии и проведения мероприятий, направленных на противодействие распространению экстремистской идеологии, велась работа во взаимодействии с религиозными организациями города. К прямому диалогу с населением практически на постоянной основе привлекается представительное духовенство города. В городе функционирует отдел просвещения. Основными целями и задачами, которые являются борьба с невежественным отношением к религиозным вопросам и разъяснительная работа в плане духовно-нравственного воспитания. Также Гинжаевым была отмечена положительная работа постоянно действующей группы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма при антитеррористической комиссии, которая занимается проведением адресной профилактической работы с родственниками и членами семей нейтрализованных членов террористического бандподполья и деятельность межведомственной группы, занимающейся разъяснительной и информационно-просветительской работой с различными категориями населения. Далее, выслушав доклад, глава города Зайнудин Акмазов подчеркнул, что необходимо усилить работу с учащейся молодежью города. Далее, в наших школах, прежде всего, межнациональные отношения, отношения к другой национальности, людей, прежде всего, детей, формироваться должны в семье. Это все зависит от родителей. Потом, все зависит от педагогов дошкольных учебных заведений, образовательных организаций, школ. Прежде всего, надо создавать равные условия для детей. В продолжении совещания доложить о том, какая работа была проведена Центром социальной занятости населения и о намеченных планах на текущий год. Слово было предоставлено директору Центра Атикад Гасановой, которая отмечает, что из-за финансовых трудностей многие предприятия простаивают или работают частично, что приводит к сокращению трудовых мест, тем самым увеличивая ряды безработных. За истекший 2016 год Центром занятости населения проведена определенная работа, направленная на снижение напряженности на рынке труда, обеспечение государственных гарантий в области занятости населения, оказание государственных услуг в сфере содействия и защиты безработных граждан. В прошлом году в Центр занятости за содействием в трудоустройстве обратились 2833 человека. Оказано услуг по содействию в трудоустройстве 2327 человек. Трудоустроено на постоянную работу при содействии работодателей 423 человека. Признано безработными и получает пособие 720 человек. Уровень безработицы составляет 1,32%. В Центром занятости населения на постоянной основе проводится целенаправленная работа по профилактике безназорности несовершеннолетних путем оказания услуг по профессиональной ориентации и содействии в трудоустройстве. А также имеются различные виды услуг, направленные на информирование безработных граждан о состоянии рынка труда в городе. За отчетный период Центром начислено и выплачено пособие по безработице на сумму более 9 миллионов 160 тысяч рублей. Заре Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...